Вот я открыл этот IDML файл, который вы сегодня прислали, который открывается. Сейчас я его пересохраню как NDD. Сохранить как 2 поставлю. Я начинаю со второго, потому что я вторым начал заниматься в первую очередь. Будем работать с указателем, поэтому я сейчас мастер-станец чуть-чуть доработаю. Вот я тут рисую фрейм, вставлю в него маркер, показываю текущую страницу. Так вот небольшой сделаю, чтобы туда в уголок не лазить, не смотреть, как он там, какой номер, а сразу на полях видеть его. Этот фрейм перекрывается с рабочей страницей, и номер отображается правильно. Теперь можно взять его и индублировать сюда. Номер откончится в другую сторону, потому что выравнивание от корешка включено. Так, здесь, пожалуй, всё. Вот так эти номера выглядят. Они за пределами, в то же время они такие глазастые. Номер здесь не увидишь, а здесь прочитать легко. Следующая идея. Следующая идея. Вот смотрим флора и фауну. Вот тут есть макара 2, патала 2, талака 2. А первых нет. Первые в другом месте находятся. Краунч 1, здесь краунч 2 должна быть где-то. Вот, краунч 2. Значит, если мы эти фреймы, точнее, если материалы, каждый указатель будет отдельным, самостоятельным текстовым блоком, не будет один общий поток, то тогда вот эти цифры, они не будут конкулировать друг с другом. То есть, только в том случае, когда они стоят рядом, будет такой, таких случаев будет мало, когда вот Алан Буш 1, Алан Буш 2, вот они стоят рядом, их надо как-то решать. А вот тут краунч 1, краунч 2. Это очень просто делается. Никак не влияет на нашу верстку. Дело просто гибче и удобнее. Идем сюда. Вот наша флора и фауна. Вот она здесь начинается, тут кончается. Сейчас у нас это... Вот один такой общий поток. Ну, слава богу, содержание затекает. И то хорошо. Итак, у меня тут есть программки. Всякие полезные, вспомогательные программы. Useful separate tools. Вот это когда-то сделать скрипт, который поток текста делит на две части. По месту стыка. По месту абзаца. Вот выделяем начало-конец какой-то, чтобы был стык не на слое. И вот здесь есть разделить статью на два фрейма. Вот split story move работает быстрее, чем split story cut paste. Я оставил только для тех людей, кому интересно это, как это, плане скриптинга устроено. Вот это работает быстро. Все. Это один поток, это второй. Надо только его восстановить. Вот почему-то. То же самое с терминологическим. Тут выделяем, до сюда доходим. Щелкаем. Все. Что здесь, связь не устанавливается, я не знаю пока. Так. И последний вот здесь. Выделяем. Здесь указатель сначала начинается, и терминология всегда не затекает, значит здесь все в порядке. Итог. У нас каждый указатель встаем в отдельном текстовом потоке. Вот это первый указатель. Мы сегодня попадаем. Вот второй указатель. Вот третий. Ну и четвертый. Так. Теперь у нас есть экселевский файл. Вот флора фауна. Нужно брать здесь. Всегда нужно брать вот эту колонку и вот эту. Копировать. Создаем новый файл. В данном случае средняя колонка нам не нужна. И вот это самый простой случай. У нас он тут пробел потерян. Вот его можно сохранять уже. Как флора фауна. И это уже готовый файл. Вот флора тейбл 2, да. Я назвал флора тейбл. Хештег добавлю здесь в начале. Потому что он будет один и тот же. На самом деле. Туда и туда. Просто флора тейбл. Сохранить. Готово. Вот наш файл ромаина. И вот наш первая таблица. Теперь запускаем скрипт. Скрипт значит будет пока. Потому что я вам дам. Аднотейшн дейта версия 2. Вот это. Запускаем его. Поставить курсор в предметный указатель. Мы флору и фауну сейчас накучиваем. Поставили. Перешел сюда. Ставим курсор сюда. Поставить. И все что сейчас нужно сделать. Это работать вот этой кнопкой. Заменить. Но наверное надо заменить. И этот флажок пока не трогал. То есть вот эти пока что. Кнопки работают. Остальное пока что. Я над этим подумаю. Так. Но опять со шрифтами там. А ну да. Я же от email файла. Шрифты не погрузились. Сейчас сделаю. Ну вот что у нас получилось с этими шрифтами. Флору и фауну мы закончили. Здесь надо будет поиском замены. Наверное повторное. Пока с этим не знаю что делать. Это надо пока вручную надо будет поправить. Два вот эти пробела. И тут уже два пробела лишних. Но это много мелкой работы будет. Итак с одним указателем мы закончили. Субтитры делал DimaTorzok